Всем привет, меня зовут Максим Епихин и в этом уроке мы продолжим изучать Unreal и делать крутые вещи, поэтому сейчас делаем систему сохранения, самую простую, базовый уровень. Первое, что нам нужно, это GameInstance, в котором мы будем контролировать все наши события глобальным образом, назовем ее Global GameInstance. Почему я говорю глобальным образом, потому что GameInstance существует на протяжении всей игры, переходя от карты к карте. Следующее, что нам нужно, это Blueprint-класс типа SaveGame. Называем его PlayerSaveGameInstance. Открываем им сначала его, потом создаем переменную типа Transform, чтобы сохранять позицию и поворот игрока. Player Transform. Все. Здесь просто не хранится, здесь никакой логики нет. В Global GameInstance создаем Custom Event, называется LoadGame, и в Custom Event SaveGame. Значит, в LoadGame, а, снимем переменную сначала, типа String, чтобы указать имя файла и сохранение. Это нас будет SaveGame, PlayerSaveGame, GameFileName. Компилируем, вписываем Save01, это будет наше название. Без расширения, без всего вообще, это не надо нам здесь. Создаем переменную типа PlayerSaveGameInstance, и так ее называем. Ну, давайте для сокращения, PlayerSaveGameInstance. Вот так вот. И компилируем, здесь ничего не ставим. В LoadGame, значит, здесь делаем переменную Get. В LoadGame нам нужно Does SaveGameExist, чтобы проверить, есть ли этот файл сейчас, то есть существует ли файл сохранения. Создаем ветку, B, левая кнопка мыши. В случае, если нету этого файла, то нам нужно сохранить игру и, соответственно, там создать файл. Все. Это мы всю логику оставляем в сохранении. В случае, если есть, то нам нужно LoadGameFromSlot. Вот, то есть нам нужно сохранить игру из слота. Слот у нас здесь находится. Вот он, слот. Когда мы его сохранили, нам нужно сделать Cast to PlayerSaveGameInstance, чтобы получить этот, как объект, и получить эту переменную. Значит, здесь делаем Get, PlayerTransform. Создаем переменную здесь. PlayerTransform. Ставим тип Transform. Делаем категорию, как PlayerSaveGameVariable. О, японка пишется, но Mars. Будет так. Это как раз будет переменная, которая хранится на протяжении всего, всей сессии игры. Теперь, когда мы получили то, что хранится в этой переменной, нам нужно передназначить ее здесь. Поэтому делаем Set. Все, получили. Ну и, по идее, загрузка у нас как бы все. В сохранении игры мы делаем сначала так. Так, мы смотрим... А, нет, не все, извиняюсь. Так. Вот здесь нам нужно делать не только Set.PlayerTransform, но и назначить эту переменную. Для того, чтобы ей в дальнейшем руководить. Ну и не каждый раз не делать вот этот каст. А у нас уже она будет сделана после загрузки, и перемена создастся. И мы можем дальше просто получать из нее какие-то данные в любом процессе. Когда мы делаем сохранение игры, то... Ну вот, мы ее загрузили, назначили переменную, а теперь она чему-то равна. Теперь, когда нам нужно сохранить игру, нам вначале нужно проверить, валиден ли файл вот этот из Valid. Потому что, может быть, каким-то образом руками человек может подалить файл. Поэтому, если он не валиден, то нам нужно сделать там более сложную последовательность действий. И начнем мы с того, что мы сделаем. Create.SaveGameObject. Здесь мы выбираем PlayerInstance. Наш PlayerSaveGameInstance. Когда мы сделали этот объект, эта переменная... Она вот здесь будет. То есть нам нужно ее теперь назначить. И сразу пишем SaveGameToSlot. Вот это нам нужно будет. Значит, переносим сюда. Все, переменная создалась. Теперь она чего-то стоит. И в нее нам... Ну, в данное... Вот лучше отсюда подтянем и получим PlayerTransform, который там есть. Не, нет, а Set PlayerTransform. То есть нам теперь нужно задать туда переменную после этой установки. Что у нас все нормально. Ну, то есть как бы файл создался. Все создалось. И теперь нам нужно установить в этом экземпляре значение PlayerTransform. Ну, как установить значение, тут вариантов много. Здесь мы создадим новый параметр. Это типа Transform как NewPlayerTransform. SaveGame. Чтобы мы, когда обращаемся к этой функции, к этому ивенту, да, событию, мы могли вручную туда задавать все, что нам нужно. Перетягиваем. Делаем покрасивее чуть-чуть. Совсем прям чуть-чуть покрасивее. Вот так вот. Все. То есть что у нас сейчас получилось? Что мы создали вот этот объект. Запихнули туда, ну, это в переменную. И там же сразу изменили... Даже, наверное, мы сделаем вот так. И там же сразу мы изменили значение переменной PlayerTransform на текущую, ну, на которую передали. Чтобы там это сохранилось. Но чтобы это сохранилось, нам нужна вот эта функция SaveGameToSlot. А в какой слот сохранять? Вот в этот. И теперь что сохранять? Вот это. Экземпляр класса SaveGamePlayer. Это нам не нужно. Здесь можно даже проверить, что случилось с Successful или нет. Это делать мы не будем. Вот. Но что делать в случае, когда файл-то уже есть, нам не нужно его пересоздавать? То здесь гораздо проще. Мы просто игнорируем вот этот блок. И эта переменная у нас валидна. Нам нужно просто в этой переменной Get сделать SetPlayerTransform вот таким же образом. Все мы установили. И перейти к сохранению слота. Сделаем мы это вот таким вот образом. Чудесно. Здесь перетянем. Вот так вот можно даже. Здесь пониже. Все. Вот таким вот образом у нас происходит загрузка и сохранение. То есть здесь все достаточно просто. Теперь заходим в Project Settings и в мапах выбираем наш Global Game Instance. Чтобы у нас сохранился. Ну, работа. Как нам теперь это дело проверить? Ну, во-первых, естественно, нам нужно что-то, откуда мы будем обращаться. Но давайте для начала мы... Ну, самый простой вариант для тестов сделаем это на самом Actory мы сделаем здесь вот функцию то есть здесь по нажатику кнопки F, например. Предположим по букве F. Мы делаем Get Game Instance. Это плохой вариант. Потому что Game Instance лучше задавать через BeginPlay. То есть давайте делаем так, BeginPlay. Сделаем переменную у игрока Game Instance. Тип у нее будет Global Game Instance. Компилируем. Так. Делаем Cast to Global Game Instance. Все. И задаем BeginPlay. Валенна быть и приори не может. Все. Теперь у нас есть этот наш экземпляр Game Instance. И когда мы нажимаем кнопку F, то мы можем спокойно сделать Get вот этот Game Instance. Уже без каста, потому что это переменная. И... нам нужно... нам нужно... когда мы нажимаем F, например, хотим сохранить. то есть F и G сейчас сделаем. Надо сразу напишем кнопку Game Keyboard. Вот. На F сохраняем, на G загружаем. Значит, когда мы сохраняем, то мы вызываем здесь функцию Save Game. Все. Нам больше ничего не нужно. И задаем NewPlayerTransform как Get Actor Transform вот. Target Self. Задали по идее. Так сейчас вот так вот сделаем. Все. Это будет передаваться. Когда мы делаем G, мы делаем Load Делаем Get переменную и делаем Load Game. Пока что вот в таком простом варианте. Мы делаем Set Actor Transform Это мы теперь удаляем. И делаем Get Player Transform. Сделаем телепортируем его туда. И нажмем Play. Давайте зайдем на лестницу. Делаем F G Каждый раз. Оп. Теперь мы идем туда. Ну на этом мы тогда закончим наш видео урок. Спасибо за внимание. В этом видео мы разобрали простую систему сохранения позиции игрока. Она скалируемая то есть мы можем добавлять любые переменные и в следующем видео уроке по сохранению мы добавим возможность сделать несколько слотов сохранения с отображением интерфейса по загрузке игры и соответственно сохранению и таким образом будет реализована система сохранения как в обычных играх для нескольких например игроков или там разный прогресс. Ну всем спасибо за внимание всем пока не забывайте ставить лайки и подписываться на канал